Добрый день, друзья! Говорим мы сегодня о смартфоне Samsung Galaxy Note 8. Телефон, выпущенный в 2017 году, где-то в сентябре-октябре он вошел в массовые протажи. И параллельно с ним вышел iPhone X, который был очень обсуждаемым, вызвал очень много таких дискуссий по поводу нового дизайна. А Samsung Galaxy Note 8 остался немножко в тени всего этого, хотя многие поклонники ждали именно этот смартфон. И сейчас, в 2019 году, посмотрим на его актуальность, сравним его с конкурентами. И поговорим вообще немножко о линейке Note в целом от Samsung. То, что мы сейчас видим у всех, большие смартфоны, и даже компания Apple в 2014 году сдалась и выпустила iPhone 6 Plus, это все благодаря первому Samsung Note, который компания Samsung тогда выпустила на дисплее, по-моему, 5,3 дюйма. Тогда это был очень большой дисплей, многие смеялись над ним, многие как раз критиковали его. Но, как выяснилось, то, что работать на большом дисплее очень удобно, и большие смартфоны получили просто очень большую популярность. Сейчас мы очень много делаем дел в смартфоне, проверяем почту, отвечаем на письма, пользуемся социальными сетями, банковскими приложениями, там, Сбербанк онлайн или другие приложения. То есть, платежи производим. Нам проще взять смартфон, оплатить что-то, чем подойти к компьютеру или планшету, включить их и начать пользоваться. Поэтому серия больших вот таких вот дисплеев, впервые представленная компанией Samsung, продвинутая. То есть, они продвигали, мало того, что они показали, они очень сильно активно продвигали эти большие смартфоны. И это уже седьмое поколение этого смартфона. Сейчас уже вышел Samsung Galaxy Note 9. Но, если честно, там есть, конечно, несколько улучшений. Скажем, скандер они перенесли вниз и прочее решение. Но, в целом, кардинально ничего не изменилось там. Что Note 8, что Note 9 остаются очень дорогими, премиальными и качественными смартфонами. Они конкурируют. Даже вот этот смартфон сейчас, наверное, стоит в вторичном рынке дороже, чем флагманские смартфоны от компаний Meizu, Honor, Huawei, Xiaomi. Но у него столько много технических решений и очень много такой крутой начинки. То, что они вполне могут конкурировать. Ну и, конечно, серия Note, она всегда поставляется вот таким вот стилусом, который стоит вот здесь. У него очень много сейчас появилось функций. И многие фанаты линейки Note ждали именно Samsung Note 8, потому что Note 7, как известно, был провальным. Там загорались аккумуляторы, а Note 5 был без поддержки карты памяти. И вот, лично я поэтому не захотел такой телефон покупать. А Note 8 получился таким первым бескомпромиссным смартфоном от компании Samsung. Имеется в виду с большим дисплеем и стилусом. Здесь нету такой данью моды, здесь нет никакой челки. Это ровный дисплей, большой 6,3 дюйма. И на момент выхода этот дисплей являлся, наверное, самым лучшим на рынке, потому что, как известно, дисплей iPhone 10 и 10s тоже, опять-таки, поставляет им компания Samsung. Но даже этот дисплей, даже спустя столько времени, в 2019 году, остается одним из лучших показателей по качеству. Конечно, есть проблемы с выгоранием. У них, как и в телефоне, какие-то дисплеи выгорают. Но это не только самсунговские дисплеи, это вся OLED-дисплей-технология. Этим телефоном очень активно пользовались больше года. И я, когда при обновлении Android, когда появляется синий дисплей, я пытался искать какие-то вещи и нашел то, что все-таки остаток этих кнопок немножко видно. Я попытался сфотографировать это на камеру, но на камере их не видно. То есть эти кнопки, они сейчас видны. Но сейчас с появлением новых оболочек делают так, что эти кнопки на 1 пиксель, на 2 пикселя двигаются вперед, назад, вверх, вниз. То есть уже не появляется такое изображение и выгорание. Скоро такая проблема уже исчезнет. Ну, те люди, которые сидят в контакте, скажем, по, не знаю, 5-6 часов в день, у них появляются, опять-таки, какие-то вещи, то есть в каких-то местах дисплей выгорает. И еще то, что мне не нравится в компании Samsung, они заранее, заблаговременно до выхода смартфона, дают эти смартфоны на обзор очень многим редакциям, журналистам. И когда телефон дарит тебе просто на обзор, то есть журналист уже как-то не может рассказать обо всех минусах этого смартфона. Если, например, Samsung Galaxy S9 многие купили для себя и рассказали о всех минусах, то Samsung Note 8 это нишевый продукт, о нем мало кто будет рассказывать, тем более о минусах. Но, конечно, они здесь есть. Наверное, первый самый большой минус это кнопка Bixby, которая просто очень лишняя такая кнопка, она ничему не нужна. Кнопка Bixby, которая толком не работает. Для этого выделили целую кнопку, на нее постоянно нажимаешь, какие-то вещи открываются, здесь Bixby открывается. Очень неудобно, очень высоко расположен сканер отпечатков пальцев, до него реально трудно тянуться, у него очень маленькая площадь покрытия. И вот я честно могу сказать, что Xiaomi Note 5 или Redmi 5 просто, у них сканер находится и удобнее, и срабатывает быстрее. То есть это реально факт. То есть в таком дорогом телефоне сканер работает хуже, чем в Note 5. По поводу сканера, наверное, я придираюсь, но опять-таки он, в принципе, работает неплохо, но смартфон за 10 тысяч рублей справляется дальше быстрее. Это факт, однозначно. Теперь немножко поговорим про процессор Exynos. Я считаю, что это очень классный, очень хороший энергоэффективный процессор. Но у него есть очень большой минус, на нем не поиграешь. То есть это хоть он ему очень мощный, у него графика от Mali стоит, но дело в том, что просто разработчики игры и приложения оптимизируют свои приложения под массовые процессоры. А массовым процессором являются процессоры от компании Snapdragon. То есть Qualcomm Snapdragon более приятен и как бы выгоден для разработчиков, потому что это более массовый продукт. И все игры, тем более тяжелые онлайн игры, сейчас оптимизируются под Snapdragon и пара Adreno. Есть видеографика, видеоускоритель от Adreno, опять-таки от компании Qualcomm. Ну, в целом, то есть оболочка Samsung, она, конечно, оптимизирована под именно процессоры от Exynos. И вообще здесь никаких тормозов, влагов я не заметил. Но то, что здесь это не игровой смартфон, это однозначно. То же самое, что Honor Play. То есть на Kirin поиграть в игры, опять-таки, не получится. На процессоре Kirin, я имею в виду, 700, 970 или 980. То есть эти процессоры, они очень хорошие, но они не предназначены для игр. Об этом мало кто говорит, но процессоры Samsung очень хорошие, но они не игровые. Хотя этот смартфон очень мощный, у него 6 гигабайт оперативной памяти, в отличие, скажем, от Samsung Galaxy 9, там 4 гигабайта всего оперативной памяти. Здесь у него очень крутые камеры. Камеры – это вообще отдельная тема. Они вообще не выпирают, и дизайн вообще смартфона очень классный, лаконичный. Я не знаю, как они умудривались камеры так, чтобы они не выпирали, потому что сейчас камеры выпирают просто, по-моему, везде, во всех смартфонах камеры выпирают. Наверное, Samsung – это единственный смартфон, где не выпирает камера. И у камеры очень крутые возможности. Передняя камера здесь оснащена и оптической стабилизацией, и автофокусом. Основные камеры тоже оснащены оптической стабилизацией. Это, наверное, первый смартфон, но один из первых смартфонов, когда оба модуля оснащены оптической стабилизацией. Это, конечно, очень крутое решение. Фотографии здесь получаются лучше, чем в iPhone X. Почему я это могу сказать? Потому что этот смартфон одновременно пользуется в семье, где, скажем, у одного был Samsung Note 8, у другого человека был iPhone X. И они параллельно делали одинаковые фотографии и сравнивали их на компьютере. Выяснилось, что камера Note 8 фотографирует лучше, чем камера iPhone X. Ну, вот по части видео, конечно, не все так хорошо. Я всегда говорю, что камера iPhone, видеокамера iPhone, она самая лучшая на рынке. Опять-таки, это так. Здесь есть поддержка 4K видео, он пишет в 30 кадрах в секунду. И есть поддержка Full HD видео при 60 кадрах в секунду. И когда мы включаем этот режим, здесь запись ведется всего 10 минут. То есть, ограничение в 10 минут. Я не знаю, зачем это нужно было сделать. То есть, смартфон мощный, процессор мощный, камеры хорошие. Почему они это сделали? Ну, сама съемка неплохая. Но, опять-таки, может, я хочу снимать там 15, может, 20 минут. Почему я постоянно должен смотреть на камеру и смотреть, сколько у меня осталось времени, и я могу снимать или нет. Мне напоминает это Nokia 2007 года выпуска, 2005 года выпуска. Там, когда было ограничение в 30 секунд, там, минуту. И мы искали сторонние программы, чтобы это ограничение обойти. Но Samsung в 2019 году до сих пор не обновил. И всего лишь можно Full HD 60 кадров в секунду снимать всего 10 минут. Это, конечно, очень плохо. Еще одним косяком этого смартфона является сервис Google. Они навязаны этим производителем. То есть, программа обеспечения Android, я имею в виду. Опять-таки, я понимаю, что у многих фирм, они не хотят заморачиваться на клавиатуру, на другие там часы, будильники и прочее. А Samsung заморочились. Они придумали все с подъема. У них все отлично работает. И в фоне всегда работают гугловские сервисы. Их очень сложно отключить, от них очень сложно избавиться. Они зачастую просто не нужны. У Samsung есть все решения, аккаунты и прочее самсунговские. Но они здесь работают. И даже Google навязывает свои сервисы даже в iPhone. То есть, когда мы переходим, скажем, с YouTube на iPhone, он постоянно предлагает открыть Safari или скачать Chrome. Даже у меня Chrome не установлено в смартфоне в iPhone. И он, опять-таки, всегда предлагает скачать Chrome. То есть, там, если Apple может их ограничить, то здесь это не ограничить, потому что Android – это разработка Google. И, опять-таки, они навязывают свои сервисы. Это очень плохо, потому что Samsung вполне бы мог обойтись своими сервисами. Да, пускай там был бы Play Market, но все остальные сервисы не нужны просто. Но они, опять-таки, есть. И они могут замедлить работу этого смартфона. Смартфон оснащен всем, чем можно. И это бескомпромиссный смартфон. В том плане, что здесь есть разъем 3,5 мм. Есть и поддержка карты памяти, или второй сим-карты. Ну, то есть, либо вторая сим-карта, либо карта памяти. Это очень хорошо, потому что мы можем где-нибудь там снять какое-нибудь видео, поставить сюда, скажем, в поездки, отправить там кому-нибудь, чтобы обработали или обработать здесь, и сразу отправить в интернет. Очень крутая фишка. Многие отказываются сейчас от второй карты памяти. То есть, второго слота используют только для сим-карты. Многие отказываются от разъема 3,5 мм. Samsung всего этого не делает. Не подражает Apple. Не делает здесь челку. То есть, очень хороший такой телефон. Он оснащен всем, чем возможно. Здесь есть и датчик сердцебиения, датчик стресса. Там уровень стресса и прочего. Ну, единственное, что они сделали, они убрали инфокрасный порт. Я давний пользователь компании Samsung, в том плане, что я купил себе когда-то Samsung Galaxy Note 3. Это был просто очень классный, великолепный смартфон. По тем временам там было столько инновационных решений. То, что, не знаю, остальные производители догоняли, еще и догоняли. Там было разделение дисплея. То, чего не было, по-моему, тогда ни у кого. И вообще, очень многое в Android взято с именно фишек Samsung. Опять-таки, разделенный дисплей. Придумали первыми они. Полгейсом дисплей сейчас все ставят. Опять-таки, это сделали Samsung. И оболочка Experience, она очень хорошая. И сейчас выходит новая оболочка One UI. Разработанная вместе с компанией Google. Она уже появилась на Samsung Note 9. Но на Samsung Note 8 пока его нет. Но, опять-таки, оболочка и все решения Samsung, которые здесь есть, они очень выгодно отличают эти смартфоны от других. Потому что это одна из лучших оболочек, когда-либо созданная вообще для Android. Немножко проговорим про S-Pen. Тут можно достать сразу палочку и начать рисовать. И если, например, в iPad это больше нужно для художников, для дизайнеров, то есть для узкоспециализированных людей, то достаем мы этот S-Pen и сразу начинаем здесь что-то делать. Даже я, который являюсь нетворческим человеком, начинаю что-то здесь заходить в пенал, там что-то рисовать, раскрашивать. И очень удобно им, скажем, копировать текст, вставлять, удобно работать с текстом. И вообще, то есть S-Pen является фирменной фишкой. Такого нет ни у кого. Это просто безальтернативное решение. И Samsung Galaxy Note 8 – это седьмое поколение этого смартфона. И когда одна компания делает что-то на протяжении 7 лет, из года в год они все улучшают и улучшают свой смартфон. Сейчас он добьет до совершенства Note 8. Он мало чем отличается от Note 9. Да, там сканер переехал чуть вниз, процессор стал чуть-чуть мощнее. То есть, ну это все детали, мелочи. Камеры у этих смартфонов, что на Note 9, что на Note 8, он просто великолепный. Ночью они делают просто великолепные снимки. И вообще, как камерафон Note 8, все еще в 2015 году остается очень классным устройством. Note 8 – это еще очень прочный смартфон. У нас много раз падал и в чехле, и без чехла. И, в принципе, таких сколов, каких-то царапин здесь нет. Ну, то есть, царапины немножко есть, но тут ничего не разбилось. Но, единственное, появилось здесь такое черное пятно снизу. Но, опять-таки, мы не знаем, то ли это после падения, то ли после чего, потому что телефон мы давали играться детям. Опять-таки, все-таки качество и надежность Samsung все еще на хорошем уровне. И во флагманских смартфонах здесь есть очень много решений. Скажем, S-House – это помощник по здоровью, там, шагомер и прочее. Это решение, опять-таки, является, наверное, одним из лучших на рынке, потому что программа здоровья на iPhone, она просто ужасная. Не хочется пользоваться, хочется какую-то стороннюю скачать. А в Samsung это реализовано очень хорошо. Причем это еще с Samsung Galaxy S4 или S5 идет. В общем, это все. Поэтому они тоже, опять-таки, довели эту программу до совершенства. Сколько бы я не хвалил этот смартфон, но, опять-таки, у него есть минусы. Это, в принципе, цена. Она очень дорогая. Такой же процессор 8895 установлен в Meizu 15+, который стоит до 20 тысяч рублей. Это, опять-таки, в принципе, можно купить такой же Meizu, там, такой же процессор. Процессор является не самой лучшей стороной этого смартфона, потому что все-таки решение на Snapdragon, оно более оптимизировано для игр. Но по быстродействию, по работе интерфейса нет лагов. Все хорошо работает и даже в 2019 году. Здесь установлен Android 8 и Experience 9.0, но мы ждем, конечно же, One UI. Еще одним минусом этого смартфона является то, что здесь очень сложно тянуться за шторкой. То есть, когда мы просто тянем вниз, открывается меню, а шторка находится аж на самом верху. Это, конечно, опять-таки, неудобно. Но здесь еще, кстати, есть кнопка такая, Force Touch, когда мы просто нажимаем на нее, открывается дисплей. Такого, по-моему, тоже нет ни у кого. Поэтому только у Samsung такая фишка есть. И вообще, потенциал этого смартфона, он остается на несколько лет вперед, потому что тут есть все для полноценной работы и творчества, великолепная камера. И Samsung свои флагманские устройства не забрасывает, они обновляют эти свои устройства. Напишите вы ваши мысли об этом смартфоне, то есть, имеет ли право он на жизнь, потому что сейчас он бушно стоит дороже, чем, скажем, флагманские, там, Xiaomi или, не знаю, там, как он из Huawei. Но это все-таки телефон, который оснащен всем, чем можно было на момент выпуска этого смартфона. У него очень мало отличий от Samsung Galaxy Note 9. Это очень хорошие телефоны. Напишите ваше мнение об этом смартфоне, вообще о линейке Note. Пользовались ли вы такими смартфонами? Если вы впервые на нашем канале, подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели нас. До новых встреч!